Владимир, прошел год после образования Ленинского городского округа. Как изменилась жизнь, на ваш взгляд? Есть, как говорится, обещания, а есть реальность. Соответственно, все мы прекрасно помним, как год назад Единая Россия и отдельные ее руководители обещали и рассказывали, как мы хорошо заживем, когда будем в городском округе. И, соответственно, мы все эти обещалки ихние проанализировали, тем более, что Московская область, реформа по преобразованию в городские округа идет достаточно давно, и Ленинский район был последним, который был преобразован в городской округ. Мы проанализировали все, что нам говорят представители Единой России, посмотрели опыт других поселений, которые были преобразованы из районов в округ, и выдали, так сказать, листовочку. В этой листовочке мы опубликовали свое видение. И к нашему, как говорится, неудивлению и всеобщему сочувствию мы выделили 8 основных пунктов, по которым жизнь не улучшится, а ухудшится. И, соответственно, эту листовку мы распространяли, приходили на публичные слушания, как активисты, так и члены партии, которые категорически выступали против городского округа. И мы можем уже за этот год непосредственно подытожить, что нам говорила власть, и что говорили мы, и что непосредственно случилось. Поселения у нас, сами знаете, городское поселение Видное, городское поселение Горки-Ленинские, Булатниково, Володарк, совхоз имени Ленина, Молокова. И там в каждом поселении были свои представительные органы. То есть всего в совокупности депутатов на момент преобразования Ленинского муниципального района в городской округ было 113 человек, включая депутатов Ленинского муниципального района. И мы говорили, что, скорее всего, будет 25 депутатов. Ну, мы немножко ошиблись. В итоге сделали 30 депутатов. Конечно, 30 депутатов это лучше, чем 25, но гораздо хуже, чем 113. Потому что округа становятся достаточно большие, особенно в сельских поселениях. Просто сама площадь большая. И депутатов стало, как вы видите, в три раза меньше. Соответственно, как мы и говорили, раньше-то для депутата было тяжело достучаться. Ну, в сельской местности было немножко проще. Там все-таки на 500 жителей было один депутат. А сейчас получается несколько населенных пунктов, сел и деревень, где 3,5 тысячи избирателей должен услужить депутат. То есть из области фантастики. В многих населенных пунктах, соответственно, жители, которые голосовали, своего депутата действительно не видят. Что мы имеем сейчас? У нас есть руководитель территориального отдела, который подчиняется главному руководителю всех территориальных отделов. И потом главный руководитель этого территориального отдела уже непосредственно общается с главой городского округа. То есть у нас получается дополнительная прокладка. А любая дополнительная прокладка, вы прекрасно знаете, как устроена бюрократия, это потеря оперативности, потеря времени. И вопрос простейший, может долго-долго муссироваться и не исполняться. Ну, то, что мы, как говорится, в листовке предупреждали, к сожалению, то и случилось. Вы знаете, что депутаты сделали единую ставку по имущественному земельному налогу и подняли ее до 2,5% в кадастровой стоимости. Единственное поселение, которое от этого выиграло, это сельское поселение Развилка. Ну, в принципе, мы и говорили, что Развилка на себе не почувствует это бремени, жители Развилки, потому что там была самая высокая ставка, 0,3% кадастровой стоимости. Сейчас она стала 0,25%. То есть она немножко упала. И мы как бы тоже задумались, а все-таки почему она упала? Я вот думаю, в ближайшее время Дмитрий выпустит совершенно интересный сюжет, связанный с председателем Совета депутатов Ленинского городского округа, господином Станиславом Радченко. И у него находится достаточно большой кусок земли в сельском поселении Развилковское. И по странному истечению обстоятельств получилось понижение налоговой ставки именно в сельском поселении Развилковское. Ну, может, они действительно думали о благе жителей, но что-то мне подсказывает, что, к сожалению, такого не бывает. Поэтому небольшой спойлер. В ближайшее время смотрите канал, увидите интересную передачу «Аладдифундисты» с Станиславом Радченко. Вот. Следующий, значит, момент. Мы говорили, что произойдет от беда бюджетов поселений, и, соответственно, казалось бы, ну, что нам от этого грозит? Ну, мы говорили, что будет, по большому счету, в результате этого, да, определенная бесхозяйственность. То есть, ну, мы это и можем наблюдать на примере того же самого сельского поселения Совхоза Милейна. То есть, если вы смотрите чудо-канал «Видное ТВ», официальный рупор наших пропагандонов, которые сидят в том же самом Совете Депутатов, и сейчас являются директорами, которые продолжают, грубо говоря, лить чернуху. Вот. Там все сюжеты так линчи пытаются подковырнуть, да, Павла Николаевича Грудинина. И я иной раз смотрю там и дивлюсь. То есть, смотрю на руководителей территориального отдела, на наших депутатов, и они ничего не могут сделать, говорят, во всем виноват, грубо говоря, Грудинин. На мой взгляд, виноват не Грудинин, а тотальная бесхозяйственность, которая действительно сейчас происходит. Когда муниципальные власти, да, не могут разобраться, чего им принадлежит, чего на чьем балансе стоит, как заключались договора и все такое прочее. Понимаете? Это не Грудинин виноват. Это виновата та власть и те руководители территориальных отделов, которые ни черта не могут разобраться, че в че, в какой собственности и у кого на балансе числится и стоит. В принципе, и этот бардак вот конкретно здесь и происходит. И это происходит, наверное, в каждом населенном пункте. И тем более Совет депутатов действительно не так давно принимали решение, и все бюджеты поселений, они были так или иначе направлены в один общий котел. То есть мы считаем, что это, ну, как говорится, неправильно. И в целом поселения от этого, ну, теряют. Ну, а кто же от этого выигрывает? Ну, от этого, наверное, будет выигрывать городское поселение, видное. Потому что город достаточно развивается. Да не развивается, засирается он достаточно. Вот можно даже так сказать. Ну вот, вы прекрасно видите там и завалы мусора, и все такого прочего. И постоянно выделяются деньги на уборку этого мусора. Это все еще происходит от недосмотра, от бесконтрольной, от бесхозяйственности. Вот. Поэтому отмена бюджета в поселении случилась, и действительно она ничего хорошего не привела. Мы говорили, что жители не смогут влиять на благоустройство там в своей территории. Ну, на самом деле, типичный пример. Скандал, который происходит у нас там в Расторгуйском парке. Там целый замминистр приехал, делал там руководителю парка нагоняя. Ну, на самом деле, вы должны понимать, да, происходит самая настоящая показуха. То есть есть стандарт благоустройства парков. То есть область из бюджета выделяет на этот парке определенное количество денег. И чтобы попасть в эту программу, парк, соответственно, должен обладать неким количеством объектов инфраструктуры, которые должно быть. И вот, соответственно, руководитель этих парков начал делать какие-то горки, какие-то детские площадки. Высподлежители сказали, нет, нам это ничего не надо, нам ничего не нужно, нас, грубо говоря, не слышат. И здесь можно понять того же самого руководителя парка, так он выполняет тот самый региональный стандарт губернатора Воробьева о благоустройстве. Если он его и не сделает, так эта территория не будет считаться парком. А раз она не будет считаться парком, значит, она не получит дополнительных бюджетных средств из области со всеми вытекающими посредствиями. Поэтому вот на конкретном примере недовольства жителей, которые могли наблюдать по Расторгуйскому парку, оно вызвано именно тем, что вот этот вот теперь стандарт единое благоустройство должен непосредственно исполняться. Конечно, там сейчас создают некий общественный совет. Из этого общественного совета, кто там входит? Господин Арапов, который попилял опять же ту же самую березовую рощу. Ну и как у нас так получается, человек, который должен беречь лес, природу, входит в этот совет парков, он это дело наоборот все пиляет. И о чем это говорит? О том, что вот и совет парков так и будет работать. Есть там, конечно, попарочка достойных товарищей, но в большинстве своем из нескольких десятков человек голос там одного, ну кто-кто услышит, ну понятно. Но тем не менее, так или иначе, да, это случилось. Мы говорили, что скорее всего будет объединение с городским округом Домодедово. И этого пока, к счастью моему большому, не состоялось. Но процесс с тихим САПом идет, 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 и вы прекрасно знаете, у нас сейчас районно-клиническая больница под ковид вся отдана, а если вы там сломали там палец или еще что-то, где-то что-то у вас произошло, будьте любезны, вас посылают непосредственно в Домодедово. То есть военкомат там, что у нас, где у нас? В Домодедово. Все так и линча, в Домодедово. А вот рожать, пожалуйста, приезжайте, там видно. Вот, седьмой пункт. Мы говорили, что будет продолжаться тотальная застройка. Ну так мы это и сейчас и видим. В предыдущей программе мы рассуждали о том, как у нас нарезаются теперь совершенно замечательно участки из паёв колхоза Владимира Ильича. И мы увидим, что на этих самых участках будут и шавермы, и шаурмы. А где земельные участки немножко побольше, там у нас будут расти новые микрорайоны. Поэтому так или иначе, все-таки некоторые инвестиционные фонды уже владеют этой землей, и застройка будет продолжаться. И, соответственно, последний пункт, да, это увеличение там тарифов ЖКХ. Ну, вы сами можете видеть все в своих квиточках. То есть связано с этой реформой округа, там не связано, можно рассуждать об этом долго, но эти шкины шишки, они растут и растут. Что нужно сделать, чтобы все-таки ситуацию преломить? Менять власть. Каждый раз, когда будут задавать вопрос, я каждый раз на него буду отвечать, что Карфаген должен быть разрушен. Должны прийти к власти не какие-то там технократы, да, и серые чиновники. Во-первых, должно быть состязательность идей и программ. Должна быть живая дискуссия о том, как нам развиваться и расти дальше. Пока не будут нормальных, честных, прямых выборов, это будет невозможно. Выборы проходят не так часто, раз в четыре года или даже реже. И как показывают выборы, которые были предыдущие, что на этих выборах нечестно поступают и снимают кандидатов от КПРФ. Как в таких условиях вообще менять власть? Ну, вода камень точит. То есть мы имели уже ситуацию в семнадцатом году, когда так или иначе мы победили. До этого мы почти там побеждали в развивку и имели возможность влиять или блокировать какие-то решения. То же самое мы имели в городе видное. Поэтому да, тяжело, да, не всегда это получается. Но, тем не менее, если не участвовать в выборах, да, ну, у вас вообще ничего не получится. Какие-то иные формы борьбы в период между выборами есть? А как же? Мы их показывали. То есть, ну, опять же, когда были публичные слушания, мы участвовали в этих самых публичных слушаниях, объясняли свою позицию, жители приходили, нас поддерживали. И власть, в принципе, этого и боялась и старалась не допускать непосредственно, да, на публичные слушания. То же самое касается митингов и вообще народных сходов. Власть это боится, боится. Она боится любой огласки. Для нее это проблема. Видите, ни один из представителей исполнительной власти к нам на митинг ни разу не приходил, хотя мы их приглашали озвучить эту самую позицию. Ну, не ходят, они боятся. Ну, не считают нужным. Поэтому, да, это улица, да, это выборы. Что нужно делать жителям совхоза, чтобы отстоять совхоз от захвата Райдерского? Поддерживать руководителя совхоза Венеленина, Павла Николаевича Грудинина, поддерживать КППРФ. И в первую очередь обрасти социальными связями внутри совхоза, сдружиться непосредственно между собой. Вот, познакомиться. И этот процесс сейчас достаточно хорошо происходит. То есть я вижу по тем роликам, которые выкладывались там и летом, и сейчас продолжают выходить, что беда, беда, она людей сплотила не только, да, вокруг предприятия и Павла Николаевича Грудинина, но и между собой. Тут по совхозу можно пройти, посмотреть красные флаги из окон висят в знак протеста. Это говорит о том, что социальные связи, они укрепляются, и это хорошо. А попытка вот бить клин такое между Грудининым и КППРФ, это вот что это, происки врагов? Ну, слушайте, это происходит по двум причинам. Это может происходить либо из-за скудоумия, да, либо просто это чтильщий воды провокация. Ведь тысячу и один раз там Павел Николаевич Грудин говорил, выражал там спасибо КПРФ. То есть мы, соответственно, всегда говорим спасибо Павлу Николаевичу. У нас достаточно интересная взаимопомощь и сотрудничество. То есть нужно конвои с гуманитарной помощью отправлять на Донбасс. Так вот сейчас уже почти же 90 конвоев ушло. С какой территории? С территории зал совхоза Милейна Павел Николаевич предоставил нам. Иной раз даже Павел Николаевич Грудинин выступает даже левее, чем КПРФ в некоторых вопросах. Это не может не радовать. И он на тему никак нас непосредственно не отталкивает. Наоборот, даже заставляет задуматься. Ведь у нас внутри партии всегда происходит дискуссия. У нас достаточно живая атмосфера. Поэтому никаких сильных противоречий между Павлом Николаевичем и Грудининым нет. Те, кто пытаются что-то там наговорить. Есть некоторые популярные блогеры и политические деятели. То есть КПРФ и Павел Николаевич Грудинин продолжают сотрудничать, а вбивают клин, как я сказал ранее. Это либо провокаторы, либо люди не от большого ума. На выборы шли люди, команда Грудинина. Что с ней стало? Команда Грудинина продолжает работать. Мы связь ни с кем не потеряли. Сейчас происходят дополнительные выборы. И они должны состояться 20 декабря 2020 года. В городское поселение Горки-Ленинский и поселок Петровское. Там идет Серяпов Михаил Юрьевич. Он у нас также шел в команде Грудинина. И продолжает непосредственно идти. То есть мы с ними, со всеми поддерживаем связь. То есть для кого не секрет, что у нас там было определенное количество беспартийных товарищей. Ну, это прекрасно. Они сейчас объединились в совершенно замечательную организацию. Союз активистов Ленинского городского округа. И продолжают вести свою общественную работу. Поэтому все люди здесь. Никто никуда не разбежался. Продолжаем общаться. Продолжаем непосредственно работать в разных формах. И это хорошо. Спасибо. Продолжаем.